С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Подготовка к торгам и определение подрядчика. Администрация Наринмара ведет подготовительную работу для объявления торгов по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В этом году шанс на благоустройство получили несколько территорий Заполярной столицы, две общественные зоны и дворовые территории. Жители этих районов проявили наибольшую активность, провели общие собрания жильцов и внесли предложения по благоустройству. О том, в каких местах и как именно преобразится город, узнала Любовь Пермякова. Совсем скоро большой подарок получат все дети микрорайона Старый аэропорт. К концу лета по улице Аэродромная для них построят большой детский городок. Он будет включать в себя игровое и спортивное оборудование, которое установят на специальном безопасном резиновом покрытии. Украшением будущего детского городка будет беседка. Ее поставят по многочисленным просьбам жителей микрорайона. Кроме того, территорию будущего места встречи всей детворы озеленят, установят освещение и поставят ограждение. Работы начнутся с подготовки участка. Здесь, конечно, территория, вы видите, она с такой в низинке находится. Она требует достаточно большого объема подсыпки. Будет насыпан дополнительный песок. Соответственно, он будет со всеми нормами утрамбован. Потому что можно было бы, по идее, существуют разные технологии. Можно было бы засыпать и ждать год, когда оно естественным путем устоится, усядется вот этот грунт. К сожалению, так как одно из условий получения финансирования – это обязательная реализация проекта в текущем году. Поэтому здесь будет применена другая технология. Будет утрамбовка, будет укатываться тяжелой техникой. Всего на благоустройство детской площадки и средств федерального окружного и городского бюджета выделено почти 7 миллионов рублей. Более 13 миллионов рублей пойдет на благоустройство Качгарта. Там обустроят территорию жилых домов по улице 60 лет Октября и Строительная. Первая часть подготовительных работ уже выполнена. Демонтированы элементы старой детской площадки. Здесь будет произведен ремонт междворовых проездов. Будут установлены второсипенные пешеходные элементы – это дорожки нормальные. Будут установлены скамейки в едином стиле. Ограждение, если сейчас посмотрите, оно очень разнится. У одного дома один вид ограждения, например, металлический забор. У другого дома деревянный забор. Они все разные по высоте, разные по исполнению. Поэтому, чтобы двор смотрелся единым целым, будут, соответственно, приведены к единому художественному стилю. Еще одна общественная территория по улице Рыбникова, которая пользуется большой популярностью у горожан, в этом году тоже преобразится. Очень часто здесь гуляют с колясками, ребятишки катаются на велосипедах, люди занимаются и скандинавской ходьбой, и на роликах катаются, естественно, на велосипедах. Поэтому насущно стоит проблема расширения вот этой пешеходной зоны. Здесь предусматривается, повторюсь, расширение вот этой пешеходной зоны. Обязательно будет сделано дополнительное освещение и, разумеется, озеленение. Такому подарку уже порадовались десятки горожан-любителей активного отдыха. Среди них сестренки Мария и Вера Коткины. Девушки каждый день приходят сюда за красивой фигурой. Стараемся сейчас каждый день ходить. После отпуска приходить в форму. Бегаем, разминаемся. Мы занимаемся танцами, поэтому сейчас решили растягиваться снова, начать. Мне кажется, кто тут бегает и на роликах, на велосипедах, это очень классно, что будет расширяться. Всего на благоустройство этой зоны из окружного бюджета было выделено более 18 миллионов рублей. Также благодаря этому приоритетному проекту в Наринмаре появится символ истории лесозавода. Памятник в честь тружеников старейшего предприятия округа возведут в рамках сотрудничества администрации округа с нефтяниками. Необходимые средства более 15 миллионов рублей на его создание и установку выделены компанией «Лукойл». Такому подарку особенно обрадовались те, кто отдал почти всю жизнь этому предприятию, а это 135 ветеранов. Основная масса уже наших ветеранов в таком преклонном возрасте, что как бы уходят в мир иной. И хотелось, чтобы они поучаствовали на открытии этого памятника и ушли со спокойной душой. В декабре минувшего года в ходе открытого конкурса на лучший эскиз памятника комиссия выбрала проект художника и скульптора из Смоленска Игоря Чумакова. Согласно эскизу, памятник будет представлять собой образ временной спирали. Виток истории от начала создания лесопильного завода «Товарищество Стелла Паларе» в 1903 году и в завершении его производственного пути в 2010-м. Уже под названием «Наринмарский лесозавод». Композицию венчает образ полярной звезды. Местом для его установки определен сквер на улице Юбилейной в Наринмаре. Его территорию тоже благоустроят. Планируется, что долгожданный подарок лесозаводчане получат не позднее 30 ноября этого года. Движение пассажирских автобусов по прежним маршрутам будет восстановлено 4 августа. Напомним, в связи с проведением дорожных работ с 24 июля перекрыты для проезда улицы Октябрьская, Пионерская и часть улицы Выучейского. Изменения внесены в схему движения автобусов, отправляющихся из морского порта и Кармановки. Маршрут номер 6 также претерпел изменения. Автобус заезжает только до площади Ленина и после перерыва следует по улице авиаторов. На пути к конечной точке предусмотрены две временные остановки, где установлены плиты и дорожные знаки для удобства пассажиров. Как пояснили в АТП, временные маршруты движения городского транспорта длиннее, поэтому отклонения от расписания невозможны. Сейчас мы фактически не успеваем выполнять рейсы, поэтому получаются задержки практически на всех маршрутах городских, кроме 6-го. Все автобусы, которые выходят из Кармановки, с улицы Ленина, делают по счет рук через город, проезжают через улицу Полярную, без остановок едут по улице Первомайской, обязательно заезжают на площадь. Но в итоге получается, что время сбивается, поэтому мы заранее приносим свои извинения перед пассажиром. По данным подрядчика дорожных работ, ориентировочно движение по перекрытым улицам будет восстановлено 4 августа. С временными маршрутами движения городского транспорта можно ознакомиться на сайте atp83.ru. Жители Ненинского округа смогут получить поддержку в рамках социального контракта. Решение о новом формате социальной помощи принято администрацией региона. Максимальный размер государственной социальной помощи по контракту составит 100 тысяч рублей. Средства целевые, то есть будут выделяться на реализацию конкретных мероприятий для преодоления проблемы гражданина. При заключении каждого социального контракта будет применяться индивидуальный подход. В каждой сложной ситуации будет разработана адресная программа выхода из нее, поясняет в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В частности, в программу социальной адаптации могут входить такие мероприятия, как поиск работы, прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования, ведение личного пособного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и другие. При заключении двустороннего контракта гражданин обязан реализовать те мероприятия, которые предусмотрены программой соцадаптации. При невыполнении условий он должен будет вернуть выделенные деньги. Планируется, что в 2017 году этот новый вид социальной поддержки за счет средств окружной казны будет оказан двум заявителям. Помимо этого, в Ненецком округе продолжает действовать социальная помощь в виде денежных выплат гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Она установлена на уровне 3 120 рублей. Указанная помощь не предполагает какую-либо отчетность и целевого характера не имеет. Оборудование для кочевого детского сада доставлено в Наринмар. Специальное оборудование, а также развивающие пособия и литература, необходимы для организации образовательного процесса в тундре. Снаряжение в рамках регионального приоритетного проекта «Образование для населения», ведущего кочевой образ жизни в Ненецком округе, накануне доставлено в Наринмар, после чего с вертолетами ко дню оленя будет отправлено в бригады Канинской тундры. Финансировала закупку компания «Востокнау» в рамках соглашения с администрацией Ненецкого округа. Кочевой детский сад, возобновивший свою работу в рамках регионального приоритетного проекта, откроется в Канинской тундре со 2 августа. Готовить детей к школе будут два студента социально-гуманитарного колледжа, которые также родом с Канина, а в тундре кочуют их родные. Детский сад будет организован в двух бригадах Ненецкой общины Канин для дошкольников 4-6 лет. Организатором мероприятия в 2017 году выступает Центр развития образования Ненецкого округа. Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей знания, умения, навыки общения на родных языках в условиях семьи. Пилотный проект по организации кочевого сада был запущен минувшим летом также в Канинской тундре. Дети старшего дошкольного возраста, ведущие кочевой образ жизни вместе с родителями, получали знания, необходимые для обучения в школе. Педагог с 15-летним опытом работы из детского сада села Нись кочевала с двумя ленивоческими бригадами. Променяли комфорт на романтику. В Наринмаре открылась вторая смена экологического десанта. За три дня юные скауты очистят берега озера и приобретут навыки выживания в лесу. Ценный трофей. Во время ремонта городского суда обнаружен пистолет царских времен. Разжигать костер, варить полевой суп, оказывать первую медицинскую помощь и плавать на байдарке. В Арктическом туристическом центре открылась вторая смена скаутского экологического десанта. Ребята от 11 до 18 лет в течение трех дней будут приобретать навыки проживания в лесу. Насколько легко ребята поменяли комфортные условия города на палатку и байдарку, увидела наша съемочная группа. Если вам надо налево повернуть, значит гребет правая сторона. Если вам надо направо повернуть, значит гребет, соответственно, левая сторона. Инструктор-методист Мария дает важные указания перед выходом на воду. Катамаран, как и все плавсредства, требует навыков и знаний в управлении. Тем более для тех, кто выходит на воду впервые. На «и» поднимаем, на «раз» придем. «и» раз, «и» раз. Для ребят эти умения необходимы. Всемирно знаменитое скаутское движение учит выживать в любых условиях. Разжигать костер, ставить палатку, соорудить шалаш для ночлега, знать основы водного туризма. В довольно экстремальных условиях с комарами и гнусом ребят обучают управлять различными плавсредствами, причем даже самых маленьких. Свете Корх всего 11 лет, и она уже скаут со стажем. Первый раз меня привела сюда моя сестра родная. Она уже здесь давно. Потом мне здесь понравилось очень. И теперь я хожу. Мы здесь занимаемся, ну, ходим в походы. Потом, ну, мы вяжем узлы, там суп готовим уже. Ну, сами то, что можно даже грибы собирать, там мусор убираем. В этом году программа скаутского десанта посвящена году экологии. Своими силами ребята очистили территорию туристического центра от колючей проволоки, оставшейся от геологических партий. Также ребята собирают мусор и сухостой, чтобы не допустить пожаров. Но на досуге – основы альпинизма. Не бойся, давай, 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 давай. Раз, два, встала. Встала. Вот, стоишь в моем кабинете. Преодолеть путь по веревочному снаряду смогли не все. Легкое, на первый взгляд, задание требует координации, работы всех групп мышц и ловкости. На таком тренажере, в том числе, испытывают выносливость альпинисты. Вот основной элемент – это бабочка. И там очень трудно. То есть, там нужно держать равновесие и не свалиться. Причем это случается очень часто. Ну, падают. Следующее задание для скаутов – оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. В лесу, куда скорая помощь приедет не сразу, эти знания необходимы. Это элементарные навыки бытового самообслуживания. У нас дети забыли, что такое носить воду, колоть дрова, мыть за собой посуду в холодной воде. То есть, это тот минимум базовый, который необходим каждому ребенку, и который впоследствии будет развиваться в те или иные качества для улучшения собственной жизни, семьи, создания семьи, во всех моментах. Научиться жить в условиях дикой природы, без привычного комфорта теплой квартиры, в этом году смогли 45 ребят. Каждый летний месяц на 3-4 дня они уходят жить в лес, чтобы учиться самостоятельности. Живем очень дружно, да, мы разделились на три патруля. Наш патруль находится вот в этой области, здесь наша палатка, здесь мы готовим самую вкусную еду, да, заходите, угостим. Сегодня у нас был суп. Все ребята знают и соблюдают правила Скаутского кодекса. Наличие лидеров, своих законов и правил, линейки, ранние подъемы и распорядок дня. Сейчас в сборе участвуют ребята не только старшеклассники, а студенты, которые подъедут сегодня вечером, кто-то после работы. У нас приедет сегодня пятница, подъедет кто-то завтра. А вот уже полностью августовский сбор будет посвящен 20-летию скаутской организации. Первый скаутский лагерь мы организовали в 97-м году, это была Тельвиска, в районе Тельвиски. Поэтому приедут ребята, которые в лагере были в первый раз. Также скауты округа готовятся к встрече с единомышленниками. В марте 2018 года в Ненецкий округ для обмена опытом вновь приедут скауты из Норвегии. В Ненецком округе открылся молодежный творческий форум «Тельвиска-арт». Ежегодное мероприятие собирает юных творческих жителей округа из Норинмара, Оксина, Великовисочного, Красного и Тельвиски. По традиции форум посвящен народной культуре. На его площадках будут работать педагоги из Москвы, фольклорист Анастасия Колесник и режиссер Инна Дунина. Кроме того, в этом году на форуме появилось новое направление для юношей по обучению русской и северо-западной воинской традиции. Педагогом этой тематической площадки стал Денис Антипов, тренер Центра боевых искусств по русскому рукопашному бою из Череповца. Программа форума «Тельвиска-арт» включает занятия по командообразованию, актерскому мастерству, традиционным играм, основам народного пения, хореографии, игре на балалайке и гуслях, обучению воинской традиции. Участники форума научатся создавать проекты в сфере фольклорного творчества, примут участие в деловых играх и сами станут организаторами праздничных культурно-массовых мероприятий для детей. Учредитель форума «Тельвиска-арт» – Департамент образования, культуры и спорта Неницкого округа. Мероприятие финансируется в рамках государственной программы региона «Развитие культуры и туризма». Закрытие форума состоится 4 августа. На показательные мероприятия приглашаются все желающие. Музей суда Неницкого автономного округа пополнился новым экспонатом. В ходе ремонта здания по улице Октябрьская в бывшем кабинете председателя Наринмарского городского суда был обнаружен пистолет Люгера. Своё имя он получил от австрийца Георга Люгера в 1900 году. В музее Дворца правосудия этот экземпляр пока единственный, но сотрудники окружного суда уверены, такие свидетели истории когда-нибудь дадут о себе знать. На глубине 170 сантиметров было найдено вещественное доказательство по уголовному делу, рассмотренном аж в 30-х годах Неницким окружным судом. Это был пистолет «Парабеллум» модель 1908 года. В дальнейшем данный пистолет был передан для проведения баллистической экспертизы, результатами которой было установлено, что он не пригоден для стрельбы. Пистолет Люгера активно использовался в Первой и Второй мировых войнах. Состоял на вооружении Эфиопии, Ирана, Португалии, Румынии, Турции и других стран. В начале 20 века пистолеты были закуплены для испытаний военным ведомством в Российской империи. В августе 2011 года он внесен в перечень наградного орудия Российской Федерации. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.